Каргандинские ветераны боевых действий в Афганистане на таджико-афганской границе и чернобыльцы требуют вернуть им ветеранскую больницу. Ее объединили с многопрофильной больницей номер два, а в период карантина и вовсе перепрофилировали под ковидный госпиталь. Ветераны считают, что с тех пор их перестали лечить. Людмила Батюшкина выясняла судьбу спецклиники. Афганцы долго добивались присвоением статуса участников боевых действий. Теперь бьются за свою больницу. Они уверяют, что собравшиеся здесь – это малая часть ветеранов Афганистана, таджико-афганской границы и Чернобыля. Остальным здоровье не позволило приехать. Бывший реабилитационный центр для ветеранов в 2018 году объединили с кардиоцентром. В последние два года он был провизорным, а ветеранов отправляли лечиться в Алматы или Нурсултан. Каркаролинск. Вот инвалиду оттуда, допустим, надо добраться сюда. Тяжело, конечно, тяжело. У нас уже за год-два человек 30 умерло только, да? Даже больше. Теперь сюда доберешься, надо опять на поезд, там это ехать в Астану. Смотришь, три дня справочка кончилась. До свидания, все. У нас ребята есть вот так, ноги. Как? Езжай туда, езжай сюда. Я взял всю свою пенсию, 45 тысяч. Там такое лечение, что мне не хватило даже денег на обратный билет, чтобы на поезд выехать. Там за все надо платить. Здесь мы лежали ежегодно. Прекрасно. Питание, лечение, обслуживание, врачи все прекрасные. Три года прошло с этим карантином, мы никто не лечились. У нас в Чернобыле больше половины умирает. В Астану съездят. Точно такой каникель. Что там? Анализ давать. Туда бегать, туда. Пока там какую-нибудь бумажку неправильно не принимают. Когда-то это здание было элитной больницей Портактива. Потом здесь лечили ветеранов Великой Отечественной. На сегодня в Караганде их осталось 14 человек. Здесь же лечили ветеранов остальных боевых действий. И, как уверяют пациенты, лечили хорошо. Они считают, что заслужили свою клинику и требуют ее вернуть. Мы ветераны войны. Понимаете, в чем суть? Потому что мы правоприемники, ветераны Великой Отечественной. По социальным льготам и гарантиям. Половина корпуса пусто. У нас нет ни стоматолога, ни окульши. Все подобное положено по льготам, по законам ветерана. На сегодняшний день, насколько мне известно, физиолечения нет в таких моментах. Потому что с учетом этих всех рыночных отношений, много сейчас стало платно. Нам личного ничего не надо. Мы не горлопаны, мы не иживенцы, чтобы бегать с протянут рук, как бещера. Мы много своей жизни сделали, было благо. Три часа ветераны спорили с новым руководством больницы. Однако им ответили однозначно. Вопрос с объединением решен и возврата не будет. Лечение проводится на бесплатной основе. Туда включаются все терапевтические услуги и физиотерапевтические услуги. Кадры сохранены. Заведующее отделение, они будут проводить в том же объеме, как и раньше. Объединение даже пошло на пользу, считают врачи. Увеличилось финансирование, в половине корпуса сделали ремонт. Однако ветераны требуют особого отношения и направили обращение к президенту страны и записались на приемы к Акимам города и области. По области их около двух тысяч человек.